Рублевка У нас В три часа ночи придет Силечка, ну Извини, там У повара сестра приехала, буквально на один день Надо было его отпустить А потом вспомнила, что нужно Капкеки на утро печь И вот пришлось самой Правильно Раньше уйдет, быстрее новую работу найдет Такая ведь логика, правильно? Ой Силечка, я тебя очень хорошо слышу Но ничего не понимаю Завтра Устала Ева Извини, Силечка Как будто не ложилась Глаза закрыла, уже будильник Девочка, я боюсь С таким подходом к работе Скоро сон станет для тебя Непозволительной роскошью Вообще-то ты обещала мне Что свой бизнес я буду вести сама Дорогая моя Я не вмешиваюсь в твой бизнес Я говорю о стиле управления Я понимаю, что ты девочка Что ты с палкой бегать не будешь Но С работниками надо быть жестче Жестче Ты про кондитера опять, что ли? Я же тебе объясняла Ему было надо Ты уже даже не замечаешь Им всем надо Такое впечатление, что Ты их подчиненная А не наоборот Девочка, у тебя там в туалете бумажные полотенца кончились А это, наверное, уборщица опять подворовывает В смысле опять? Ты что, ее после первого раза не уволила? Я же за руку ее не поймала Успел За двадцать минут С другого конца вас когда летел Вот Кукак, живот болит? Болит? Очень сильно болит Только не у меня А у Пашеньки У повара Спасибо, Силь Идет, идет Ну, ну Ну, давай, ну Ребята, ребята, вы немного мешаете Ее, Александр, сборный, раз Ну, ты, конечно, какая работа Думай о бабушке А давайте я вас пересажу Ну, хорошо, учись, конечно Ева, это что за музыкальное сопровождение? А позавчера твой повар отпрашивался у тебя в шарфике Спартака на юбилей жены И как ты думаешь, куда это он пошел? Ладно, я поняла Я немножко добрее с ними, чем нужно, да? Нет, Евочка, не немножко Ты очень добрая, мягкая Пластилин, мякиш Вот они это видят и лепят из себя все, что хотят С таким подходом к бизнесу Это все равно, что нашей Миланочке читать на ночь немецких философов Бесполезное занятие Хорошо, я поняла, я буду с ними пожестче Все, я опаздываю А моя машина готова? А что с ней, простите? Ну, я уже три дня прошу ее помыть Извините, Ева Александровна Первое слышу Извините Видимо, я тихо говорила Ну, вы же к вечеру ее помоете? Разумеется И это ты считаешь пожестче Смотри, как с ним надо Значит так Если через пятнадцать минут Машина не будет сверкать перед домом Я вывезу твою поношенную тушку на поле для гольфа Закопаю ее по шею И в рот буду целый день, как в лунку, закатывать мечи Ты меня услышал? Вот точно Развернулся Бегом Марш Раз, два Раз, два Давай посмотрим В десять минут уложится Классно Классно, да Я просто раньше думала Ты так, ради удовольствия на них кричишь Ради удовольствия Это только сгин Восстановатый инструмент Без которого здесь Ничего не работает Жестче надо быть Добренький начальник Плохой начальник Что-то кофе меня не бодрит Поможешь проснуться? О нет, Евочка Я уже опаздываю Так Встал! И быстро со мной в спальню Вот это мне нравится Только давай не в спальню Давай лучше мы пойдем в душ А то подушки одеяла Боюсь, меня не отпустят Так, хватит болтать Есть За мной Есть Вставай Садик, опоздайте Вставай По-хорошему А то сейчас будильник принесу Ну все Сейчас, сейчас Еще минуточку и встаю Всё, все, все Встал 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 Утром персонал кофейни Неожиданно для себя Встретил совсем не того начальника К которому привык Сашенька Карты Если не хотите, чтобы ваш рабочий день встал на час дольше Ай, не могу А не Что-то важное А че? Быстро прими заказ В пробку попали Такая Ладно, мне кроме как с клиентами ни с кем разговаривать нельзя Извини Да, Сильвестер Слушай, Евочка А может мы за пижамкой Миланочки в выходные съездим А тут здесь Опять у детского мира никак не приткнуться Восемь раз объехали А если Генчик с восьмого раза не встал То это все, все По-моему, это твои проблемы, что он не встал Он у тебя с понедельника встать не может Согласен, солнышко Но пробки, может выходные, а? Нет, мне надоело ждать Уж реши как-нибудь этот вопрос Ладно, Евочка, разберусь, ты права А я смотрю, наш утренний разговор зря не прошел, да? Не знаю Посмотрим на результат Все, я занята Довичка Ну, скоро там уже Давайте, давайте, давайте Спасибо Алло Ты где? А, на парковке уже? И я на парковке Я тут это Нет, нет, нет У нас не 3Е, Танюш У нас другой сектор Какой? Что? Так, Танюш, давай так Ты стой у 3Е А я уже иду тебе навстречу Так быстрее будет Давай, давай Спасибо Огромное спасибо Стоп, какой сектор я сказал А, 3Е Хуже всего у Тани получалось сделать 3 вещи Варить солянку Ездить задним ходом И намекать Таня, ну спасибо, конечно, но в честь чего такие подарки? Нечем было помыть пол, кроме моих старых подштанников? Нет, просто эти теплее Они с начесом Смотри Ну да, да Как же сейчас без начеса от машины до подъезда дойти? Никак Особенно в октябре Я вообще-то о тебе забочусь, Сергеев Здоровье надо беречь с молоду Потом ни за какие деньги не купишь Даже за очень большие Так, так, Таня, все Давай, хорош, пожалуйста К чему все эти намеки? Это типа я тебе подарила подштанники А ты мне давай подари новые туфли, да? Было бы неплохо, но В общем, я не это хотела сказать Короче, я сегодня подслушала разговор Евы Случайно В общем, у твоего папы Что? Как бы это сказать, а? Ну? Цветочек завел Чего? Шлагбаум Сломался и не работает Где? Таня, давай ты можешь нормально уже объяснить, в чем дело Офигеть А ты уверена? Конечно, уверена, Саш Я тебе говорю, все сходится И настроение Евы, и разговор Но разговор может быть просто защитная реакция Хотя, чему тут удивляться Коньячок каждый вечер, сидящий образ жизни Главное тут, конечно, это возраст Саша Я считаю, тебе нужно поехать и поговорить с ним Нет Тань, зачем? Типа выразить соболезнования и выпить, не чокаясь? Ну, почему? Просто поддержать Ну, ему надо с кем-то поделиться своей проблемой Таня, ему своей проблемой надо поделиться с врачами А не со мной Вот ты убедишь его обратиться к ним Ну, сам подумай, такое дело Человек может уйти в себя, замкнуться Ему сейчас очень поддержка нужна Ну, да, да Наверное, ты права, ладно? Завтра уже заеду А сейчас нужно срочно проверить Не передается ли это по наследству А то всю ночь не усну Ой, ну все Вроде кефирочку попил, голод сбил Умничка, спокойной ночи Спокойной ночи, любимая Кефирчик? А я думаю, куда мороженое девается? Так Что? Давай свет включим А ты что, без света не можешь? Нет, не могу Тогда включай А, вот этой стороной Все, понял? Скажите, пожалуйста А сколько нужно заниматься Чтобы вот такой живот, как у вас был? Минимум год Три раза в неделю Хорошо А как вам моего мужа записать? А, так вы для мужа спрашивали Ему гораздо дольше Добрый день, лейтенант Иванов Огнетушитель в машине имеется? Добрый день, лейтенант Иванов Так не первый год за рулем Конечно, имеется Доставайте А куда это вы так торопитесь? Там машина горит Доставайте огнетушитель Все мое Я давно понял, что все в этой жизни возвращается бумерангом Еще недавно папа, подбирая слова И смущаясь Разговаривал со мной о сексе А теперь, подбирая слова и смущаясь Это придется делать мне А ты че, сынок? Без звонка Без смс-ки А? Да, в общем-то Так Решил заехать проведать тебя Узнать вот как дела Ну, откуда я знаю, как мои дела? Я еще и РБК не включал Ну да, ну да Да Ну, а как к этому еще относиться, Саш? Ну, не хватает нам твердости Бывает Не трагедия Вадим А вы у нас теперь чашки с кофе на стойке паркуете? Машины клиентов кончились? Пинцы хотелось Клиентов все равно пока нет Конечно, их нет Запарковать же их некому Станя Объясни, пожалуйста, парковщику Что он может заходить в кафе два раза в день Утром и вечером И скажи ему, что надо приться иногда И носить бейдж И вообще Постарайся следить за внешним видом сотрудников Это входит в обязанности администрации Это ходят все как Как в чебуречной на вокзале Знаешь что, Ева? По-моему, вымещать слово на работниках из-за личных проблем Это некрасиво А у меня есть личные проблемы? Ну, когда у тебя в 29 заканчивается сексуальная жизнь Это явно не праздник Только мы в этом не виноваты Надо было на первых осечках меры принимать А не тянуть Тань, ты о чем вообще? Да, Танюш Спасибо, что хоть любовника мне не привела Настроение поднимать Ев, ну прости меня еще раз Ну, правда, все так совпало И настроение твое, и разговор Да ладно Я и сама не подумала Как это может со стороной выглядеть Я надеюсь, ты с коллективом Не обсуждала свои подозрения? Да нет, что ты никому не говорила Короче Я сегодня подслушала разговор Евы Случайно Так, мне позвонить надо Срочно Пойдем Ну, ты же понимаешь, что твои мелкие неприятности Сами собой не решатся К врачам обращаться не думал? Думал! Ну, это крайняя мера Думаю, что Ева сама с этим справится Каким образом? Ну, я вчера показал ей, как надо Даже на дворецком немного потренировались Так что, все в ее руках Пап, ну пожалуйста! Да, вчера были первые успехи Конечно, хватки не хватает Так, ну все Я правда не хочу слушать, как именно вы справляетесь с твоей импотенцией Я просто приехал тебя поддержать Пап, ну пожалуйста Ну давай только без обид Ну чего, ну бывает ошиблись Бывает, бывает аж Таня, я тебе перезвоню Ну, да Я слишком старый для вас, да? Ну почему-то При чем тут вообще эта старость? Тут вообще люди гораздо моложе, чем ты Сталкиваются с такими проблемами Да я еще вам, молодым Форрадом Даш, Даш Может быть тебе сказать? Почему у меня каждое утро ноги мерзнут? Не, не надо Я в общем, не надо, я догадываюсь У меня на Рублевке до свадьбы прозвище знаешь какое было? Какое? Перфоратор Ага И знаешь почему? Я уже понял Да Не говоря уже о молодости А что? Когда в Союзе все о сексе при свете мечтали У меня уже была негритянка Черная негритянка при свете Да я раньше наспорт стол приподнимал Не руками, если ты не понял Пап, я верю Ну я же Увели Сейчас твой старый папка тебя еще комплексовать заставит Смотри, поднимается Смотри, а? Ну все, верю А, Силочка Вот это вечер Столько раз не было даже В медовый месяц Зря ты медовый месяц вспомнила Я опять забился Пошли в джакузи Может придохнем? В дороге придохнем В джакузи Саша, я уже три раза перед тобой прошла А ты ноль реакций А потому что, Танечка, у меня перед глазами другая картинка Папа со своим столом Саша, ну я не знаю, о каком столе ты говоришь Давай уже забывай об этом Главное, что во всем разобрались Папа здоров Зато я нет У меня, Танечка, стресс Который даже никаким коньяком Не снимается Саш, ну я же извинилась Да, я виновата И, кстати, совсем не против наказания Точно Я тебя накажу Как ты меня? Я тебя наказываю Все Неделю без секса Чего? Две Будешь спорить? Будет три Вот так вот А сейчас я с обиженным видом пойду играть в приставку И обсуждать с Майклом по телефону Какая ты плохая Плохая До метро 200 Я не таксист 300 Ну и как, работа? Да как везде Лед и пена Хлеб бармена Там хозяйки, две бабы молодые Они вообще ничего не отдупляют Я каждый день мимо кассы мучу себе минимум полтора косаря в карман Так в чем проблема? Ты уволил его, да и все А за что мне его уволить? За разговор с таксистом? Вот тут мы его с поличными поймаем Так Очень просто Он мне наливает За счет заведения Я выпиваю Отправляю тебе СМС-ку Ты приходишь А что это мы тут делаем? Увольняешь его за то, что он в вашем баре В вашем алкоголе Своих друзей бесплатно поит Ты такой молодец Такой молодец Ну как на тебя отблагодарить? Отпусти в туалет И четыре часа в пробках стоял